Бой с самим собой Есть самый трудный бой Победа из побед Победа над собой Много было, кажется, побеждённых у нас на Руси Были победы, были и поражения Всё было Но знаете ли вы Что иногда поражение Может оказаться выше победы Привести пример Я до сих пор Знаете, с таким воодушевлением Я бы сказал И с плачем, и с радостью сердца Вспоминаю подвиг Евпатия Калаврата Когда я впервые только прочитал Об этом я был потрясён Он своей дружины Всего в 300 человек Возвращается из похода В Рязань И вдруг что видит? Всё разрушено Пылает что-то огнём Окровавленные тела Искалеченные Женщин, девушек Воинов, стариков Где-то стоны Он, возвратившись из похода Когда это увидел И когда кто-то ему сказал Вот они только что Это были и сделали Он свою дружину повернул Именно туда Куда ушла Стотысячная армия Триста человек Что сделали эти триста человек? Вы сами можете понять Что это такое? На самом деле Ведь не случайно Евпатию Дали такое прозвище Коловрат Попробуйте кол Мощный, вбитый в землю Чтобы вырвать из земли Да ещё потом этим колом Евпатий двинулся Прямо на ставку хана При этом Все те, кто попадались ему Они были моментально уничтожаемы Потому что он обладал Потрясающей силой Вы можете себе представить Что такое воин в кольчуге? Ну, самое большее Можно было его убить Он Разрубал Мечом От плеча до седла Человека в кольчуге Разрубить кольчугу Это же немыслимое дело Но он действительно был Коловрат Такая потрясающая сила была В его руках Хан, наконец Послал Навстречу ему Тех Кто являлись Выражаясь современным языком Чемпионами силы В армии всегда проводились эти игры И всегда Были те Кого теперь мы именуем И тогда А также победители То есть самые сильные Самые Я бы сказал Ловкие Он бросил их на Евпатия Вот здесь он Он уже увидел Дело плохо Евпатия приближается Сейчас ему смерть будет уже Потому что ничто он видел Ничто не может остановить И тогда Хан приказал тело Евпатия Принести к себе Положили перед ним И хан Ибо таких героев Он еще не встречал в своей жизни Вот она победа Хотя кажется Было полное поражение Всех уничтожили Но да Это была действительно Настоящая победа И победители признали Своё поражение Видите? Что побеждает? Кто побеждает? Внешняя сила? О, нет! Как мы ошибаемся Побеждает дух Ибо тем только и отличается Человек от животного Что в нём есть То начало Которого нет нигде больше Кроме человека В нём есть дух И когда этот дух И когда этот дух Имеет верное направление Когда сам он этот дух Здоровый Тогда он действительно непобедим Даже как кажется Внешне Быв побеждённым Мы говорим о безопасности Вот она, где скрывается Безопасность нации Безопасность народа Да, все эти внешние вещи нужны Да, они нужны Но они могут рассыпаться Во мгновение ока Есть не будет Настоящего духа Что такое настоящий дух? Это дух, который мы видим У многих Тех Кого на церковном языке Называют святыми На языке далёком От церкви Говорят, что это великие люди Люди, которые Показали Показали во всём величии То, что Именуется человеком Тот, кто Является человеком Вот кто является человеком Не голова, руки и ноги Даже не броня и не оружие Всё прочее является только Средством осуществления Той силы Которая закрыта в духе 20 век Показал нам Великолепнейший пример Великолепнейшей иллюстрацию Того, что Будучи совершенно невидимым Совершенно невидимым Обладает потрясающей силой Такой силой Равной которому По крайней мере До открытия этой силы Никто не знал Не ведал И даже не предполагал Вы знаете, о чём я говорю? Вы знаете, Что атом даже невидим А уж ядро атома Тем более невидимо И вдруг Что же оказалось? В этом невидимом Глазом человеческим В нём, в этом ядре Скрывается такая Могущественная сила Которая превосходит Все, до сих пор известные Все силы Любого оружия Ядерное оружие Страшное По своей разрушительной силе Никогда ничего не было И где раскрывается? Покажите! Не вижу И кто видит? Учёные видят Следы частиц Следы Но не сами эти ядра Не то, что в этом ядре А только следы на фотографиях И это абсолютно невидимое Оказывается, обладает такой мощью Вот оно Вот оно Это потрясающая иллюстрация Того Что скрывается в том Невидимо Неосязаемо Неприкасаемо Потому что называется ничем иным Как духом Духом В человеке есть дух Разве можно его потрогать Пощупать Увидеть? Нет И всю историю Те люди Которые действительно приобретали То, что мы называем Духовные силы Они показывали Такую мощь Перед которой Всё прочее Сникает Переволчается в ничто Вот, оказывается, что скрывается в человеке Как в материи Вот это ядерная сила Так в человеческом существе Это духовная сила Что составляла силу нашего народа Что Что скрепляло её Это была та вера Которую Принял Которую внедрил Которую распространил по всей Руси Великий Владимир Не надо Представлять себе его И это крещение Как представляют его Улубочные картиночки Днепр, горка, священники Все в Днепре Все крестились Всё так элементарно Что за этим стоит Надо помнить Владимир был не просто так Человек какой-то Который решил Почесал затылок Давай, пожалуй, примем греческую веру Недаром Мы читаем удивительные рассказы Читаем о том Что он посылал Какие-то посольства И в Рим Хотя ещё и не было разделения Канонического разделения церквей На самом деле Уже было фактическое разделение Официально канонически это произошло В 1054 году Мы это крестили В 98-м 988-м Но уже на самом деле И уже запад уже был Латинским То есть другим Невосточным Неправославием Уже Этот потрясающий Потрясающий раскол А на самом деле Потрясающее отступление Уже фактически Совершалось Осталось только Знаете Как вот всё договорились И осталось Подпись Поставить Вот что было Владимир посылал И в Рим Конечно И к грекам Да И к евреям Иудеям Об этом сообщают И к мусульманам О чём это говорит Не думайте же Плутак сидит Куда бы ещё Послали Где там какая вера Ой, интересно Узнать бы Какая глупость Это показатель Такой силы Искания истины Где же оно Смысл жизни В чём же Зачем живёт человек Скажите Как пар Сегодня жив Завтра, говорят, его нет Как нет Умер А-а-а Все удивляются А почему удивляются Раз мы не знаем Что умрём все Чему удивляемся, кажется Удивляться Мы раз удивляемся Когда солнце заходит Когда оно всходит Кажется Кажется, естественно Правда же Не удивляемся А почему здесь Удивляемся Ещё бы Человек – это не животное Которое не может Думать о смысле Своего существования Которого нисколько Не удивляет Когда его собратья Погибают Человек Нет Это другое У него вопрос Зачем я живу? Зачем мы живём? Что такое умирает? Где же личность? Куда? Исчезает она? То есть Владимир При всех тех описаниях Которые мы находим В исторических повестях О том, что это был человек Широчайшей натуры Широчайшей Это был победитель в войнах И непобедимый В пирах Всё Эта натура была Потрясающей широты Всё он изведал Всё, кажется Познал И какой же смысл в этом? И что? И всё? И вечная смерть Ожидает личность? Да? Не мог Не мог согласиться Призывал Узнавал Испытывал Слушал Что скажут Иудеи? Сказал Мрачная вера Какая Мусульман Нет, не подходит Я и так знаю Что такое Перы Что такое Много жён Что такое Войны Мне всё известно Из Рима Гонцы Говорят Они какое-то Странное впечатление Производят Они Своего Патриарха В Бога Превратили Это как же Это как же такое Удивляется он Как Человек И вдруг Поставленный Только Главой Рима Он уже Не погрешим Нет Это мне Не подходит Я стою Во главе Руси И я знаю Насколько я могу Погрешать Какая же Разница Здесь Не подходит Это мне Что это Такое За вера Приходят Греки Православные И начинают Ему Говорить И вдруг Говорят О таких Вещах О том Что оказывается Личность Не просто Бессмертно Человеческая Нет Не только А оказывается Что эта Личность Несёт В себе Есть какие-то Два мира Целых Два мира Душа Это два мира Как позднее Поэт сказал Ах Две души Живут Во мне И рвутся Врось И жаждут Разделения Владимир Это прекрасно Это видел Да Две души Он познал Все Кажется Сладости Этого мира И что И то Что до него До него За полторы тысячи С лишним лет Сказал Один древний Писатель Древний Придревний Сказал Всё Суета Сует И И томление Духа Поэтому, когда он услышал Слова этих пришедших Из Греции Из Болгарии Он многих слушал Он выслушивал Спрашивал Спорил Задавал вопросы Вдрах Вдрах Услышал Оказывается Человек может Приобрести Святость души И ему сказали При этом Что такое Святость души Сказали ему И я думаю И я думаю Может быть Может быть Даже Я так думаю Может быть К нему и приходил Кто-то Из Византии Или из Болгарии Какой-то Какой-то Даже Святой Человек Приходил И когда Владимир Увидел Что это Такое Святость Я думаю Он был Потрясён Вот Где он Нашёл ответ На смысл Своей жизни На смысл Всей Этой Земной Суеты Войн И перов Отчаяния И Минутных Радостей Нашёл Ответ Вот Да ещё К тому же Всё-таки Сомнения Продолжались И вдруг С ним Совершилось Ещё Великое Чудо Когда он Прозрел Прозрел Принял решение Принять Крещение И вдруг Увидел Свет Божий Одним Словом Что хочу Сказать Владимир Явился Если хотите Зерном Зёрнышком Историческим Тем зёрнышком Которое Находится Знаете Где Сказать Или не Сказать Это Драгоценное Зёрнышко Где Находится Ну Уж Вам Так И быть По секрету Только Скажу В каждом Из Нас У одного Оно Прямо Близко На поверхности Он Ищет Ответа У другого Закрыто Повседневной Суетой Так Иногда Блеснёт Друг И Вновь Скроется Как Солнышко При облачном Небе У Третьих Погребено Оно Настолько Как Темные Тучи На небе Но Это Зёрнышко Искания Искания Смыса Своей Жизни Искания Не формы Церковной Жизни Форма Это Естественное Выражение А искание Смысла Этой Веры Смысла Того Что мы Нименуем Православием Вот Что Такое Его Беспокоило И Он Нашёл Нас Должно Беспокоить Скажу Мысль Одного Мудрого Человека Он Так Высказался Правильные Мысли Верные Мысли Истинные Мысли Ни в коем Случае Нельзя Прятать В склад Памяти Услыхал Ой, верно Всё хорошо И забыл Нет Говорит он Мудрый Постоянно Постоянно Напоминает Себе Вот Оказывается Что Ой, как Вот, как важно Ой, как истинно Ой, как прекрасно Правильные мысли Надо Как он сказал Возгревать 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 Чтобы они Постоянно Подогревали Нашу душу Чтобы мы Постоянно Могли возвращаться К этой мысли И Себя Себя Постепенно Приводить В порядок Православие Имеет Эту веру Православие Имеет Этот путь Жизни Но который Надо знать Чтобы следовать Надо знать Его Но знать И следовать В противном Случае Всё Обессмысливается Этот путь Лежит Перед Каждым Человеком Многие Почему-то Считают Что этот Путь Православной Жизни Это где-то Такое В пустынях В лесах Какими-то Какими-то Святыми Только Он Проходится Это я вам скажу Вы знаете Это просто Настоящее Дьявольское Заблуждение Я другого Слово Не нахожу Нет Нет Здесь Вот мы Так как мы Вот находимся Живём В этих условиях Мы можем Идти по этому Пути От нас Ничего Не требуется Сверхъестественного И фантастического Ничего Кроме Жить По христианской Совести Насколько Это в наших Силах Слышите По христианской Совести Что значит По христианской Совести Не забывать Заповеди Которые в Евангелии Написаны Читать его И прямо Выискивать Какие-то слова Говорит Христос Вот она Истина Не забывать Этих Этих Слов Не забывать Свою совесть Не только В делах В поступках Но Но ещё В этом Нашем Враге Роде Человеческого Который Который Называется Нашим Несчастным Языком Здесь Не лгать Не притворяться Не человекоугодничать Не обманывать Вот чему призывает Христианство Чистую душу В мыслях Не надо ничего допускать Не только Грязного Но и какой-либо Неприязни К другим людям Появилась Неприязнь Господи Прости меня Он лучше меня И действительно Откуда я знаю Кто он Вы знаете Какой есть Потрясающий факт Над которым Если задуматься То вы знаете Придёшь в полнейшее Недоумение Никогда Никому Не могло В голову Прийти Слышите? Никогда И никому Чтобы Первым в рай Вошёл Бандит Руки Которого По локоть Были В крови Человеческой Не метафору Я говорю Вы слышите? Я указываю На факт Ну-ка Кому Могло Это Пройти В голову? Это Ни в какие Ворота Это Как говорится Не Входит Ни в одной Религии Вы не найдёте Такого Я хочу Сказать Открыть Секрет Почему Владимир Принял Православие Такого Он Никогда И нигде Не слышал Что Бандит За Что За Что Он Вошёл Что Он Сделан Что Он Мог Сделать Уже На Кресте До Этого Он Сам Сказал Достойное По делам Нашим Получаем Сам Здесь Он Не лгал Так За Что Же Тогда Что Это За Необыкновенный Бог Которого Никогда Никто В истории Не мог Даже Представить Себе Друзья Мои Я Обращаю Ваше Внимание Ещё Раз Вам Говорю Никогда В истории Ни Одна Религия Не могла Даже Представить Себе Такого Чтобы Негодяй Бандит Или Как мы Называем Развойник Благоразумный Первым Вошёл Царство Божье Ни крещений Не принял Водою Не причастился Вы слышите? Ничего Не было И Вдруг Мы Привыкли Слишком К этому Факту Вместо Того Чтобы Просто Потрясаться Перед Лицом Его Вот Оказывается Какая-то Вера Православная Спасается Человек Чем? Осознанием Во-первых Того Что я Совсем Не то Чем я Должен Бо быть И я Это чувствую Внутри Себя Я чувствую Я совсем Не тот Осознанием Осознанием Вообще Что я Всё Всё Не то Делаю Раскаянием Во всём Том Дурном Что я Делаю Искренним Раскаянием Перед Богом И Оказывается Тот Человек Который Осознаёт Что Достойное По своим Делам Получает Когда У него Возникают Скорби Страдания Болезни Смерти Близких Людей Достойное А не Потому Какой Это Стать Я Я Хуже Его Что ли Когда Осознает Что Достойное И Когда Скажет Так же Как Тот Разбойник Господи Помяни Меня Ты Там Я Там Никогда Не Буду Я Знаю Где Я Буду Вот Оказывается Что Спасает Человека Потому Что Наш Бог Бог Православный Это Бог Не Просто Любви А Какой Любви Скажу Вам Истинная Любовь Невозможно Без Смирения Невозможно Что Мы Читаем В Евангелии О Христе Смирил Себя Быв Послушен До Смерти Показал Пример Потрясающе Вот оно Смирение Показал Нам Пример Хотя Он Не нуждался Ни в каких Сам Для себя Страданий Но Показал Нам Вот Оно Истинный Путь Благодаря Которому Только Человек Может Приобрести Вот Тот Дух Который Будет Непобедим Ни Кем И Ничем Вот Что нашёл Владимир Вот Зёрнышко Чего Которое Лежит Во всех Нас Ну Дай Бог Чтобы Мы Не забывали Этого И Вспоминая Вспоминая Тех Людей Которые Подобно Владимиру Осуществили Эту Жизнь По Духу Достигли Действительно Той Святыни Перед Которой Может Только Преклониться Показали И Нам Вот Он Где Свет Вот Она Где Радость Вот Где Действительно Настоящая Сила Где Настоящее Царство Всякой Святыни И Действительная Любви Иногда Приходится Говоря о том Что вот только Таким путём Мы можем Прийти Действительно К тому Здравому Состоянию Духа Которое Необходимо Для каждого Человека И Которое Увенчивается Всегда Чем Чувством Любви Ко всем Ко всему Даже К врагам Да Увенчивается И Христос Показывает Что это такое Показывает На небо И говорит Дождит Бог На праведных И Неправедных Подумайте Неправедных Оказывается О чём Идёт Речь Кстати Хочу сразу Ответить На возникающий Вопрос Что думают Любить всех Это значит Всех гладить По головке Ничего подобного Какая глупость Любить всех Это значит Никому Не желать Зла А напротив Бороться Со злом И когда Носитель Зла Начинает Творить зло Другим Укротить Его Вот Теми мечами Вплоть До тех Мечей Которые Оставили Нам Наседание Наши Предки Наши Непобедимые Предки Меч Но меч Против чего? Не против Человека А против Зла Носителями Которого Только оказывались Люди Только и Всего Христианство На самом деле Это религия Действительно Любви А ничего Небудь Другое Именно Это является Главным Если хотите Знаменем Христианской Веры Один Поэт Замечательно Написал Ночь Смотрит Тысячами Глаз А день Глядит Одним Понятно, Да? Но солнца Нет И по Земле Тьма Стелится Как дым Ум Смотрит Тысячами Глаз Любовь Глядит Одним Но Нет любви И гаснет Жизнь И дни Плывут Как Дым Ну, спасибо Это я сделал Краткое вступление К вашим вопросам А можно спросить? Ну, не можно А нужно Вы говорили Что Нужно Смех А можно ли это Совместить? Я сказал Я сказал, что Каждый человек Может достичь Этой цели На любом поприще Земной жизни Которую он проходит Так? Но как? Христос сказал Это надо делать Это то, что мы говорим Не суеты Не смешивайте А та работа Которую мы должны Совершать Мы должны Учиться Мы должны Трудиться Мы должны Работать Мы должны Не просто Так сказать Отче наш Хлеб наш Насущный Дай нам Здесь А я ничего Не буду делать Мы должны Делать Но Что Христос Сказал? Это должно Делать И того Не забывать То есть Что Оказывается Труд Труд Который Совершаем мы Ту стезю На которую Мы ставимся Каждый человек На свою Он должен Должен Бы воспринимать Знаете как? Если хотите Если по существу Прямо сказать А не как-нибудь Ну что Привести пример Ну давайте Президента Сейчас Путин Зайдёт Обратится Кому-то из них Скажет Пожалуйста Сделайте Вот то-то Ну как? Совсем Учин Постарается Пожалуйста Владимир Владимирович Да Сейчас Всё Сделаю Конечно Всё Побежит Ну Сделай Всё что можно Выложиться Не правда ли? По христианскому Учению Та стезя Жизненная На которую Мы попадаем Я попадаю Это Это есть Не случайность Не случайность Это Есть действие Божье И Следовательно Как же я должен Относиться К этому Сам Бог Мне говорит Поймёте Поймёте На что На что Мы Ставимся Это Есть Указание Божие И я Ко всему Этому Долж Относиться Так Как будто Сам Христос Мне говорит Ну Сделай Некогда Мне Я пойду Футбол Гонять Или Нет Футбол Ещё Ладно В этом Как его Адская Машина Как её Называют В интернете Поброжу Кого-нибудь Там Половлю Да Вот как Представьте Себе Сказали И вдруг Я вместо Этого Начинаю Чем Заниматься Вот Такая Суета Да Потому Что Я уже Тут Прямо Против Совести Начинаю А работа Труд Учение Занятие Это не Суета Совсем Это не Суета А это Необходимость И когда Я говорю Хлеб наш Насущный Отче наш Дай нам То это Совсем Не означает Что он Мне даст А я Ничего Делать Не буду Я Сижу У себя В кресле Да Господи Сад У меня Вырос В огороде Но Сам Я не пойду Мне не Хочется Ой Молюсь Как Сад Мне Господи Да Это Вот Речь О чём Идёт Есть Такой Богословский Термин Синергия Это Греческое Слово Которое Означает Ничто Иное Как Ты Человек Своей Стороны Должен Делать То Что Ты можешь Что Ты делаешь Дальше Господь Видя степень Искренности Твоей Веры И твоего Твоей Твоего Участия Видит И Бог Тогда Поможет А тому Кто сам Ничего Не хочет Делать А занимается Суетой Увы Бог Уже Помогать Не будет И если Даже Как мы Иногда Видим Друг Он Успешный Всё Эта Успешность Большей Частью Проваливается Знаете Как Чем Тяжелее Здание Тем Оно Более Огромное Тем Разрушение Его Бывает Более Сильным Или Как Христос Сказал Великим Вот Так Суета И Дело Совсем Разные Вещи Ну Хорошо Ну Всего Вам Доброго Да Шопова Небо